На Псалом 110 Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, в совете праведных и в собрании. Что значит «славлю Тебя всем»? Со всей готовностью и усердием, отрешившись от житейских забот, устремившись к горе, освободив душу от уст плоти, сердцем, не одними словами, не только языком и устами, но и умом. Так и Моисей заповедал «Возлюди Господа, Бога Твоего, всем сердцем Твоим и всей душой Твоей». Старозаконие 6.5 Под исповеданием, мне кажется, пророк разумеет здесь благодарность. «Буду воспевать», — говорит, «буду благодарить». В этом проводил он всю свою жизнь. Этим начал, этим и кончил. Это было постоянным его занятием, чтобы возносить благодарность Богу за благодеяние, оказанное как ему самому, так и другим. И Бог ничего так не требует, как благодарности. Она есть жертва приношения, знак признательной души. И вместе рана для дьявола. Потому и блаженный Иов был увенчан и прославлен, что когда постигли его бесчисленные искушения, когда и самая жена искушала его, он не поколебался, а продолжал благодарить Господа за все, не только тогда, когда был богатым, но и когда стал бедным. Не только тогда, когда был здоровым, но и когда тело его было поражено болезнью. Не тогда только, когда все дела его текли благополучно, но и когда страшная буря устремилась на весь дом его и на самое тело его. Это свойственно особенно признательной душе воздавать Богу великую благодарность во время скорбей и бедствий и всегда быть благодарныю, над что и пророк ясно указывал последующими словами. Так как многие из людей благодарят Бога в счастье, а в несчастье ропщут, некоторые же выражают свои недовольства случающимися событиями, то пророк, желая показать, что это зависит не от свойства событий, а от их развращенной души, и присовокупляет. «Велики дела Господни, вожделенные для всех любящих кония». Этими словами он выражает, что нужно быть беспристрастному судьи и неиспорченному собранию, и тогда дела Божии ясно окажутся великими, заключающими в себе много чудесного. Они сами по себе велики, но не кажутся такими, когда нет праведного судьи. Так и солнце само по себе светло и лучезарно и освещает всю вселенную. Но для больных глазами оно не таково, а виной не солнце, но их болезнь. Поэтому когда ты увидишь, что кто-нибудь порицает дела Божии, то не осуждаете их дел согласно с его злобою, но считая это величайшим знаком его безумия при мысли о промысле Божьем. Подобно тому, как тот, кто считает солнце темным, не унижает этого светила, но представляет ясное доказательство собственной слепоты, и как тот, кто называет мед горьким, не уменьшает его сладости, но обнаруживает собственную болезнь, так точно и осуждающий дела Божии. Как первый не причиняет вреда самым вещам и даже не изменяет общего о них представления, а только обличает свое величайшее безумие, так точно и те, которые не имеют правильного понятия о делах Божиих, не видят даже действительных чудес. А тот, кто имеет беспристрастную и неиспорченную душу, удивляется каждому даже из таких событий, которые кажутся неприятными. И действительно, какое, скажи мне, событие не заслуживает удивления. Если хочешь, то мы оставив все прочее, перейдем к таким событиям, которые многим кажутся тяжкими и невыносимыми, например, смерть, болезнь, бедность и тому подобное. Кто имеет правое сердце, тот принимает это весьма охотно и с удивлением. Хотя смерть произошла от греха, но сила Божия, человеколюбие и промышление столь велики, что ее обратил он в пользу нашему роду. В самом деле, что тяжкого, скажи мне, заключает в себе смерть? Не есть ли она освобождение от трудов, избавление от забот? Не слышишь ли Иова, который в похвалу Ио говорит, «Над что дан человеку свет, которого путь закрыт?» Иов 3.23. Не прекращает ли она пороки? Если умирает человек порочный, то смерть полагает конец грехам его. Умерший освободился от греха, то есть уже не прилагает грехов ко грехам. Если же умирает добродетельный, то все добрые дела его остаются в безопасности и в надежной сокровищнице. А живых, скажи мне, смерть не делает ли более благоразумными и кроткими? Не видишь ли, как часто богатая, надменная и высоко поднимающая свои брови, присутствуя при выносе покойника и видя тело его бездыханным и недвижимым, детей хиротами, жену вдовою, друзей унылыми, слуг в черных одеждах и весь дом в печальном виде, умиляются, смиряются, сокрушаются. Слышав прежде множество наставлений и не получив никакой пользы, они при таком зрелище вдруг делаются любомудрыми, познают ничтожество и тленность человеческой природы, слабость и непостоянство своей власти. И таким образом, по несчастьям других, заключает о собственной изменчивости. 299. Если и при существовании смерти так много грабежей, так велико любостяжание, и люди, подобно рыбам, сильнейшие пожирают слабейших, то до чего не дошло бы любостяжание, если бы не было смерти? Если теперь, когда люди знают, что они не всегда будут пользоваться награбленным и должны будут волей или неволей представить это другим, они доходят до такого безумия и неистовства, то как могла бы когда-нибудь утихнуть злая страсть их, если бы они владели тем безопасно? Затем не смерти ли спитается венцы мученичества? А Павел не через нее ли воздвиг бесчисленное множество трофеев? Во все дни, говорит он, умираю, свидетельствую с том, совесть моя похвалою вашу. Не смерть зло, а худая смерть зло. Поэтому пророк и говорит, дорога в очах Господних смерть святых его. Салом 115.6. И в другом месте смерть грешников люта. Называет лютыми то, когда кто отходит с нечистой совесть, обремененный и терзаемый сознанием многих грехов. А кто имеет чистую совесть, тот поспешает к наградам, и он переходит к венцу, дабы тебе убедиться, что не сама я смерть, но сознание приводит людей в смущение. Послушай, как рассуждает об этом Павел. Он в одном месте говорит так. 2 Коринфянам, 5 глава, 4 стих. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Но сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. И к римлянам, и в другом месте также объясняет это так. И я сам соделаюсь жертвой за жертву, и служение веры вашей, радуясь и сорадуясь всем вам, а всем самым радуйтесь и сорадуйтесь мне. Тереписим, 2.17. Если же смерть не тяжела, но даже вожделена для живущих праведно, то тем более бедность и все другое тому подобное. Изысканно во всех воле Его. Пророк говорит здесь, мне кажется, о творениях, возвещая премудрость Божию. А выше говоря о делах, хотя в них мы открыли для малодушных другие мысли. Он разумел знамения и чудеса, которые Бог часто совершал, устрояя судьбу рода человеческого. Что значит Его слова? Дело Его слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Значит, исследованы, как говорит другой переводчик, благоустроены, совершенно окончены, полны, способны исполнять волю Его, готовы свидетельствовать о силе Его, не уклоняются и не имеют в себе препятствий к исполнению повеления Его. Как говорит Он в другом месте. Огонь, град, снег, туман, бурный ветер исполняет слово Его, то есть повеление Его. И еще, сотворил луну для указания времен, солнце знает свой запад, положил тьму и бывает ночь. Псалом 103, 19. И не только они исполняют то, для чего устроены, но когда Бог повелевает что-нибудь противное тому, и тогда они оказывают великое послушание. Так Он повелел морю, и оно не только не потопило иудеев, что по природе свойственно ему, но простерши свои волны перенесло их безопаснее, нежели по камням. Разжженная печь не только не сожгла отроков, но и доставила им прохладительную росу. Звери не только не съели, но и послужили Даниилу вместо телохранителей. Кит не только не пожрал пророка Ионы, но сохранил в целости веренный ему залог. Земля не только не снесла, но страшнее море погубило, когда развершись поглотила Дафана и покрыла скопище Аверонова. И много других чудес можно видеть в творении, из которых безумцы, обоготворяющие природу, должны убедиться, что все совершается нехилою природы, но повинуется и покоряется воле Божией. Эта воля создала природу и по своему мановению управляет всем существующим, то сохраняя законы вещей неизменными, то легко изменяя их, когда захочет, и заставляя делать противное этому. Дело его – слава и красота. То есть к исполнению заповедей его повелений, и не только повелений, но и к тому, чтобы через них люди познавали Бога, что и составляет преимущественно волю его, для чего особенно он и создал их. Таким образом, смысл слов пророка следующий. Создание Божие так совершенны, что людям внимательным и здравомыслящим доставляет точное, ясное и светлое о нем познание. «Велики дела Господни, вожделенные для всех любящих он и я». Действительно, воля Божия для того, особенно вначале, и устроила их, чтобы они своим величием, красотою, порядком, деятельностью, служением и всем прочим пробуждали душу зрителя и располагали ум его искать Творца, и совершеннейшего художника Бога, и поклоняться их Создателю, чтобы весь состав Творения служил для людей вместо книг и письмен. 301. И не только для богопознания, но и для ижитейского устроения, Творения преподают нам величайший урок. Корыстолюбец, видя, как день уступает место ночи, и солнце луне, должен устудиться такого благоустройства стихии, и если он сильнее других, не домогаться принадлежащего слабейшим. Прелюбодея и развратник, видя, как море волнуется и потом удерживается берегами, также устудится благоустройство беспорядочных вод и скоро сможет укротить свою возбудившуюся похоть, обуздать ее стремление страхом Христовым, остановить всю силу порочного пожелания и возвратиться к целомудрию. Взирая на землю, человек легко сможет любомудрствовать и о воскресении, принять то, что говорится об этом предмете. Так, когда он увидел, как земля принимает твердое зерно пшеницы и сначала разлагает его и подвергает гниению, а потом произращает его в гораздо лучшем виде, когда он заметит, как виноградная лоза зимой стоит голой, без листьев, ветвей и гроздей, и сама бывает сухим деревом, подобным скелету, а потом, при наступлении весны, снова получает все свое благообразие, то сможет от растений и семен, возрождающихся после истления, заключать и о собственной плоти. Трудолюбию он научится у муравья, любви к порядку и общежитии у пчелы, как говорится в притчах Соломона, 6 глава, 6-8 стихи. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым, нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою, или пойди к пчеле и познай, как она трудолюбила, какую почтенную работу она производит, ее труды употребляет во здравии и цари, и простолюдины, любима же она всеми и славна, хотя силой она слаба, но мудростью почтенна. Да коли ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего? Так же пчела научит тебя не удивляться одной красоте телесной, когда с ней не соединены добрые качества душевные, и не гнушаться безобразием, когда при нем прекрасная душа. Это самое выражает премудрых. Мала пчела среди летающих, но плод ее лучший из всех. Сирахов 11.3 Посмотри на птиц, и от них научись любомудрию. Потому и Христос сказал, посмотрите на птиц небесных, которые не сеют, не жнут, и Отец ваш небесный питает их. Если неразумные животные не заботятся о пище, то какое оправдание будешь иметь ты, когда не оказываешь даже такого презрения к настоящему? Какое птицы? Если хочешь научиться презирать украшения, то полевые цветы научат тебя не заботиться о внешних украшениях. Это объяснил Христос, сказав, посмотрите на лилии полевые, которые не трудятся, не придут, истинно говорю вам, что и Соломон не одевался во всей славе своей, как каждая из них. И так, когда ты вздумаешь заботиться о красоте одежды, то вспомни, что сколько бы ты ни старался, за травою останется победа, что ты никогда не сможешь сравняться с нею и оставь свою неразумную страсть. Многому и другому можно учиться от бессловесных животных, от цветов и от семян. Дело его слава и красота, и правда его пребывает вовек. То есть, каждая из дел его. Пророк говорит это не об одном каком-нибудь деле. Каждая из вещей видимых может расположить зрителя к благодарности, к песнопению, к хвалению, к словословию. Не нужно спрашивать, для чего то, для чего это. Но и ночная тьма, и день, и голод, и обилие, и пустынные, и необитаемая земля, и тучная, и подородная, и жизнь, и смерть, и все видимое способно и достаточно для того, чтобы побудить внимательных в благодарности. Выражая это через одного пророка и представляя самое наказание за благодеяние, Бог сказал, «Произведу разрушение, как я разрушил Содом и Гаморру, и вихрь разнесет их из огня». Амоса 4.11 «И через другого пророка, извел их из земли Египетска, из дому рабство избавил их, обращая наказание в благодеяние». Так и самое наказание Божие, суть благодеяния, служат к исправлению, назиданию, наставлению, пресечению зла. Люди одно делают как благодеяние, другое по ненависти и отвращению, а Бог все делает по любви. Например, как благодетель Он поселил человека в раю, как благодетель Он и изгнал его из рая, как благодетель Он произвел потоп, как благодетель Он не спасал огонь на Содом. Вообще, на что не укажешь, все делает Он для добра. Как благодетель Он угрожает и гиенную, как отцы бывают отцами не только тогда, когда ласкают детей своих, но и когда наказывают их. И наказывая бывает отцами не меньше, так и лаская. Так точно и Бог. Вот почему Павел и сказал, если такой сын, которого бы не наказывал отец, евреям 12.7, и Соломон, Господь, кого любит, того и наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Притча 3.12. И правда его пребывает во век века. 303. Это, мне кажется, пророк сказал для тех, которые соблазняются несчастьями, нечаянно постигающими некоторых, вразумляя их как бы так. Не смущайтесь в виде людей, подвергающихся клевете, обижаемых, страждущих невинно. Весь суд беспристрастный, приговор справедливый, воздающий каждому по достоинству. Если ты будешь требовать этого приговора теперь же, то смотри, чтобы тебе не произнести его против себя самого. Подлинно, если бы Бог стал каждый грех тотчас же поражать наказанием и над каждым преступлением приводить в исполнение праведный суд свой, то род человеческий давно был бы истреблен. Для чего говорить о таком-то и таком-то человеке? Я укажу в доказательство этого на величайшего из всех людей, Павла, проповедника Вселенной, восхищенного до третьего неба, введенного в рай, причастника страшных таинств, сосуд избранный друга Христова, проводившего ангельскую жизнь, достигшего таких добродетелей. Если бы Бог не хотел быть к нему долготерпеливым и милостивым, но когда он грешил, хулил и гнал в церковь, тотчас бы исполнил над ним праведный суд свой, то давно лишил бы его возможности покаяться. Сознавая это, сам он и говорит. 1 Тимофея 1.12 Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Если бы Бог тотчас же наказал блудницу, то когда бы она обратилась? Так же Матфей, мытарь, если бы подвергся наказанию прежде обращения, то в бытность свою мытарем, то не лишился ли бы возможности покаяться? То же было бы и с разбойником, и с волхвами, и с каждым из грешников. Поэтому Бог удерживает гнев свой и откладывает праведное воздаяние, призывая людей к покаянию. Но если они останутся неисправимыми, то непременно подвергнутся праведному осуждению. Вот почему пророк, желая утешить обижаемых и вразумить обижающих, присовокупляет. Правда его пребывает вовек. Смысл слов его следующий. И ты, обижаемый, оканчивая жизнь, не отчаиваяся в праведном воздаянии. После отшествия отсюда ты непременно получишь награду за труды. И ты, грабитель, крыстолюбец и нарушитель правды, оканчивая свою жизнь в мире, не оставайся спокойным. После отшествия отсюда ты за все отдашь отчет, за все зло получишь воздаяние. Бог существует всегда, и правда его пребывает всегда. Не находя в смерти препятствия ни для воздаяния за подвиги добродетели, ни для наказания за дела злые. «Памятными соделал он чудеса свои, милостив и щедр Господь». Что значит «памятными соделал чудеса свои»? Он никогда не переставал, говорит, творить чудеса. Это и значит «памятными соделал». То есть не переставал, не оставлял в каждом поколении творить чудеса и пробуждать людей грубых чудесными действиями. Человек высокого ума и любомудрый не нуждается в знамениях, блаженно невидевшие и уверовавшие. Но так как Бог пишется не о них только, а и о людях грубых, то почти в каждое поколение он не перестает творить чудеса. Вся видимая природа есть достаточное чудо, но желая возбудить многих от беспечности среди такого зрелища, Бог совершал много дивных дел и частных, и общих, как, например, потоп, смешение языков, погибель Содома, события с Авраамом, Исааком, Иаковом, в Египте, при исходе евреев, в пустыне, в земле палестинской, в Вавилоне, по возвращении с плена, при Маковеях, после пришествия Христова и во время его пришествия. Также события, продолжающиеся до ныне, каковы падение Иерусалима, создание церкви, проповедь, распространившаяся повсюду, усилившаяся от волнений, умножившаяся от препятствий, сонным мученикам и все прочее. Много чудес можно видеть и в частной жизни, и в домах, и в городах, но мы обратим внимание только на чудеса общие, очевидные и известные всем, происходящие в каждом поколении. Сколько таких чудес было при Ильяне, превзошедшем всех своим нечестьем, при гонении на церковь, сколько при Максимиане, сколько при предшествовавших им царях, если угодно, укажу и на чудеса, бывшие в наше время. Каковы? Крестцы, внезапно отпечатлевшиеся на одеждах, храм Аполлона, разрушенный молнией, перенесение мощей святого мученика Вавилы и в дафнах, и явная победа его над бесом, необыкновенная смерть хранителя царских сокровищ, убиение самого царя Юлиана, превзошедшего всех своим нечестием, погибель дяди и его, куча червей и многое другое, голод, засуха, бездождие, постигшие вместе с тем города, и множество других событий повсюду. 305. Вы знаете также, что случилось тогда в Палестине, когда иудеи хотели восстановить храм, разрушенный по определению Божию, то огонь, выходивший из основания, разгонял всех, в чем удостоверяет и то уже, что это дело осталось неоконченным. Пищу дает боящимся его, вечно помнит завет свой. Сказав о благодеяниях Божьих, оказанных посредством чудес и дел, о попечении об нас, пророк еще усиливает речь, объясняет, что Бог, совершивший столь многие и столь великие дела спасения людей, всеми способами наставлявший их, руководивший их Богопознанием и высокому любомудрию, устрояющий жизнь их, делает это не подолгу, здесь действует величайшая благодать его, но по милости и человеколюбию, не потому, чтобы он сам нуждался в них, но единственно по благости своей. Пищу дает боящимся его. Почему он говорит здесь о боящихся? Бог питает не них одних, и в Евангелии говорит, как солнце сияет на злых и на добрых, и дождю повелевает, проливается на праведных и на неправедных. Почему же он сказал боящимся его? Мне кажется, что здесь он говорит о пище не телесной, но духовной, потому и упомянул только о боящихся Господа. Эта пища назначена для них. Как питается тело, так питается и душа. А что она действительно питается? Послушай. Не хлебом единым жив будет всяк человек, но всяким глаголом, исходящим из уст Божиих. И так он говорит о пище, которую Бог преимущественно дает, боящимся его, то есть поучение посредством слова, наставление, все любомудрие. Помнит вечно завет свой. Желая опять неизложить высокомерие иудеев и смирить гордость их, или лучше показать, что благо, которыми они пользовались, они получили не за собственные заслуги. Но по любви Божией к отцам их и следствию завета его, бывших с ними, говорит, помнит завет свой вовеки. Так и Моисей преступление иудеев в землю обетованную заповедал им говорить и думать. Когда ты построишь, говорил он Израиле, великолепные города и приобретешь богатство, то не говори, что все это сделано ради моей правды, но ради завета с отцами твоими. Старозаконие 9.4 Нет ничего хуже гордости, почему Бог постоянно и поражает ее всеми мерами. Силу дел своих явил он народу своему, чтобы дать ему наследие язычников. От общего пророк переходит к частному. От событий, происходивших во вселенной, к событиям, бывшим с иудеями. Впрочем, если рассмотреть внимательно, то и эти события имеют значение всеобщее. Все случившееся с иудеями послужило уроком для других. И войны, и трофеи, и победы их могут для внимательных служить вместо проповеди. В самом деле, все это происходило не по обыкновенному порядку дел человеческих, но неизъяснимым образом. По обыкновенному ли порядку вещей разрушаются, со стены при звуке трупов. Женщина, предводительствующая, преодолевает и побеждает. Малый отрок одним метанием камня поражает полки неприятелей. Много и других необыкновенных событий случилось с ними. Так они победили врагов, так изгнали их из Палестины. Когда по этому пророк и говорит, силу дел своих явил он народу своему, чтобы дать ему наследие язычников, то говорит не что иное, как то, что Бог явил силу свою, изгнав народы не просто, но таким способом, из которого евреи особенно ясно могли видеть, хотя для этого достаточно было и предшествовавших событий, что поражение врагам было нанесено Богом, и что под его предводительством решена судьба их. И действительно, Бог наставлял иудеев не словами только, но и делами. Обувью, одеждой, пищей, светом ночным и дневным, облаком, войною, миром, победами, земледелием, дождями. Словом, все возвещало им Господа, пробуждало ослепленный ум их, и не было времени, когда Бог не являл бы им постоянно своих знамений. Дела рук его – истина и суд. Все заповеди его верны. Сказав о силе Божии, пророк говорит о правосудии его, о том, что Бог тогда являл не только силу в делах своих, но и великое правосудие. Он изгнал народы из Палестины не потому только, что хотел поселить в ней иудеев, но по справедливости. Вот почему и Моисей сказал в одном месте. И не исполнились еще грехи Амареев до ныне. Это нужно сказать не об одних, только иудеях, и не только о событиях, бывших с ними, но и о всем вообще. Все совершаемое им есть истина и суд. Суд, то есть правда, а истина, и Писание часто называет, и человеколюбие. Слово эти, следовательно, означает, что Бог совершает все по правосудию и вместе по человеколюбию. Подлинно, если бы Он действовал только по правосудию, то все погибло бы. 306. Поэтому тот же пророк в другом месте говорит, не входи в суд с рабом своим, ибо не оправдается пред тобой всякий живущий. И еще, если беззаконие будешь замечать, Господи, Господи, кто устоит? Так все происходящее от Бога исполнено того и другого. Если бы Он действовал только по правосудию, то все погибло бы. А если бы только по человеколюбию, то многие сделались бы еще более беспечными. Поэтому для спасения людей Он разнообразит свои действия, совершая тем и другим их исправление. Дела рук Его истина, и суд все заповеди Его верны. Как поступает часто пророк в других местах, так и здесь. От премудрости Божией, являющейся в творении и в разных видах промышления, Он переходит к Его законодательству, показывая и здесь новый вид промышления. В самом деле, Бог вразумляет род человеческий не только тем, что создал столь многих тварей таких, но и тем, что установил закон. Вот почему и в 18-м псалме пророк различает эти два вида промышления. Вначале его говорит «Небеса поведают славу Божию», а в середине, окончив речь о творении, превосокупляет «Закон Господа не порочен, обращает души». Тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте. Так и здесь, сказав о знамениях, чудесах и делах Божиих, переходит к заповедям и говорит «Тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте». Не напрасно, сказал он «все», но потребил это выражение, имея в виду множество заповедей. Так и есть законы творения, которые соблюдают все создания, солнце и луна, день и ночь, звезды, земля и течения всей природы. Есть законы, данные природе человеческой в начале пресотворения человека, о которых Павел говорит. «Когда язычники, не имея закона, по природе творят законное, и сии законы неимущие, сами себе закон». И еще «нахожу удовольствие в законе Божием по внутреннему человеку». Римлянам 7.22. Есть заповеди написанные, они все остаются до ныне. Если же некоторые из них отменены, то потому что изменены не к худшему, а к лучшему. Так заповедь «не убей» не отменена, но усилена. Так же заповедь «не прелюбодействуй» не отменена, но получила большую силу. Поэтому и сказал Господь, «я не пришел нарушить закон или пророков, но исполнить». В самом деле, тот, кто даже не гневается, тем более будет воздерживаться от убийства. Тот, кто не смотрит на женщину с ладострастными глазами, тем дальше от прелюбодеяния. Таким образом, закон имеет то особенное преимущество, что он бессмертен, постоянен, и закон природы, и закон естественный, и закон ветхозаветнего любомудрия, и закон нового завета. Потому и сказал Господь, «небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут», выражая их неизменяемость. Чему пребывать суждено волею Божию? Все пребывает постоянно, и того ничто поколебать не может. Все сотворенное Богом, твердо на веки и веки, основано на истине и правоте. Нет в них, говорит, ничего неправого, ничего уклончивого, ничего темного, ничего сказанного по пристрастию или вражде. Но все направлено ко благу и пользе. Не так, как законы человеческие, в которых заключается много изменчивого, много неясного, много человеческого. Многие законы человеческих часто были устанавливаны под влиянием страстей человеческих. Иной хочет отомстить врагу или сделать угодное другу. И сообразно с тем устанавливает законы. Не таковые законы божественные. Они яснее солнца, направлены ко благу тех, для кого установлены. Руководят их к добродетели и истине, а не к вещам ложным. Как-то богатство, власти, это ложь. А дела Божии истина научает не тому, чтобы благоденствовать здесь и наслаждаться благами настоящей жизни, но чтобы приобрести благо будущего. В них все говорится о предметах истинных, верных, не имеющих ничего превратного. Так и говорит, избавление послал он народу. Заповеди его основаны на истине и правоте, твердые, постоянно. Когда они нарушаются, то следует наказание, а сами они не колеблются. Когда люди приступают, и что бог отомщает за них. Поэтому не говори, будто это сказано для угрозы или преувеличено. Никакой законодатель не говорит только для угрозы, но для вразумления. Если ты не веришь будущему, то убедись в этом из прошедшего. Потоп принои, сожжение Содома, погибель фараона, истребление иудеев, пленение, войны были не только угрозой, или действительным наказанием были. Если же события прообразовательные действительно были, то тем более исполнятся истинные и настолько боли, и настолько греховнее простудки людей, совершенные после такого врачевания и исправления. Избавление послал он народу своему, заповедал навеки завет свой. В историческом смысле пророк говорит об избавлении иудеев, а в переносном об избавлении вселенной, как объясняет в следующих словах заповедал завет свой во веки и веки. Здесь он говорит о новом завете. Так как он упомянул о заповеди и законе, который был нарушен и подверг людей гневу Божию, то и говорит, что избавление послал он людям своим, как и сам Господь сказал, не пришел, чтобы судить мир, но чтобы спасти мир. Иоанна 12, 47. так как нарушенный закон подверг людей наказанию, ибо закон возбуждает гнев, ибо где нет закона, там нет и преступлений, все согрешили, лишены славы Божией, чтобы оправдание получить по благодати его, то он и говорит, избавление послал Господь людям своим, 308. Впрочем, не только избавление, но и избавление Господь дал и закон, чтобы мы вели жизнь достойной благодати, свято и страшно имя его. Представив все, что возвещается о попечении промышлений Божием и в Ветхом Завете, и в Новом, и в делах, и заповедях, и чудесах, и знамениях, пророк воодушевляется и удивляет величие Божие, оканчивает речь словословием, вознося хвалу виновнику всего этого, свято и страшно имя его, то есть вполне достойно удивления, изумления, если же таково имя его, то не тем ли более существо его, а как имя его свято и страшно, его страшатся бесы, боятся болезни, этим именем апостолы исправили всю вселенную, его употребив вместо оружия. Давид поразил иноплеменника, им совершено множество великих дел, им мы совершаем священное таинство. Таким образом, представляя сколько чудес совершает имя его и сколько благодеяний, как оно поражает противников и укрепляет своих, размышляя о делах превосходящих обыкновенный порядок вещей и превышающих человеческое разумение, он и говорит свято и страшно имя его. И если же оно свято, то для прославления нужны уста святые и чистые. Начало мудрости страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди его. Хвала ему непрестанно, да будет повек. Что значит начало? Источник, корень, основание. Сказав столь многое, столь великое в 10 стихе о владыке вселенной, исполнившись изумления, пророк присовокупляет и это выражает, что боящийся его исполняется всякой премудрости и становится разумным. Потом, дабы кто не подумал, что мудрость ограничивается одним знанием, прибавляет разум верный у всех исполняющих заповеди его. Недостаточно одной веры, если с ней не соединена и сообразная жизнь. А как страх Господень есть начало премудрости, он удаляет от всякого порока и наставляет на всякую добродетель. Пророк говорит о премудрости, состоящей не в словах, но в делах. И языческие мудрецы определяют премудрость знанием вещей божеских и человеческих. Этому познанию научает страх Божий, истребляя порок, насаждая добродетель, располагая презирать настоящее и стремиться к небу. Что же мудрее такой души? Здесь пророк указывает не на слушателя только, но и исполнителя. Разум у всех разум верный у всех исполняющих заповеди его. То есть для исполняющих правила премудрости, для показывающих ее на деле, что он есть разум верный. Говорит о разуме благом, потому что есть разум и злой, как, например, умны вы на зло, но не на добро. Но добро делать не умеете, Еремия 4, 22, но он требует разума обнаруживающегося в добродетельной жизни. Хвала ему пребывает во веки. Какая скажи мне хвала? Благодарение словословие, которое задела его, будет вечно воссылаться ему. Но прежде того приличествует самому существу его. Бог бессмертен сам по себе достоин хвалы, но он получает хвалу и тогда, когда ты представляешь его величие и все прочее, получает хвалу и за дела свои, когда ты усматриваешь его премудрость в вещах видимых. Пророк говорит это для того, чтобы побудить благодарность и показать, что те люди не заслуживают никакого снисхождения, которое негодует на происходящее. В самом деле, если хвала, благодарение и словословие принадлежат ему столь ясно, очевидно, несомненно, неизменно, твердо, постоянно, что она даже вечно, беспредельна и бесконечна, а они, не понимая этого, говорят противное, то они противоречат тому, что гораздо яснее солнца и добровольно остаются слепыми, потому что она не какая-нибудь временная, чтобы можно было не знать ее, ни темная и неизвестная, но очевидная, постоянная, вечная, всегда пребывающая и никогда не имеющая конца.